Приветствую вас. Ну, я, честно говоря, думаю, что ни тот, ни другой вариант из записанных нами не является чем-то таким адекватным, потому что очевидно, что вы, с одной стороны, не можете спокойно воспринимать то, что говорят вам. Клиенты, а с другой стороны, очевидно, что вариант сменить работу вы также не рассматриваете, поэтому здесь, мне кажется, необходимо вам постараться увидеть, что за этой реакцией скрывается за таким реагированием. Лично мне кажется, что речь идет о вероятном обесценивании вас. То есть вы воспринимаете вот эту ситуацию, да, с клиентом, который говорит, что он подумает. Ну, как некоторое обесценивание такое. Вот, обесценивание себя, я имею ввиду, да, то есть тот клиент, который говорит вам, что он подумает, это клиент, который вас обесценивает, по сути. Ну, так это вам воспринимает, мне кажется. Вот. И, эм... Вас это за дело выдевает, вам это неприятно, и единственное... Вот единственное... Вообще вот, как вот вы, эм... Ну... Реагируете на вот этот вот момент, когда вас выдевает... что-то выдевает что-то, вы реагируете на вот такой агрессии. Пусть и, да, там, в какой-то степени, в какой-то степени подавленной агрессии. Ну, то есть, вот, в плане того, что... Вы её не проявляете, да, вы, там, условно говоря, там, не знаю, в ней сомневаетесь, да? Ну, вот. Ну, то есть, вы сомневаетесь в том, насколько... Насколько это, мне кажется, она адекватна, да? Насколько она вообще... Эм... Как бы... Оправдан. Вот. Эм... То есть, момент у вас такой... Ну, вам почему-то хочется защититься. Вам почему-то, эм... Хочется, эм... Ответить агрессивно. Я думаю, что... Ну, опять же, исходя из моего опыта, да, что... Эм... В агрессии... В агрессии вы... Избегаете. В агрессии вы избегаете. Эм... Вот. Вы избегаете от каких-то моментов, на мой... Ну, на мой взгляд, эм... Эм... Достаточно... Неловко. Для вас. То есть, это вот, эм... Нечто, что вам... Ну, я бы... Я бы сказал... Довольно... Тяжело выносить. Да? Например, эм... Тяжело выносить эм... Вероятность и возможность того, что вас могут обыстрять. Например, тяжело... Эм... Выносить вероятность того, что... Эм... Ну, что вас могут от... Оттолкнуть. Тяжело выносить вероятность того, что... Вас оценивают. И оценивать вас могут негативно. Вот. Эм... И так далее. То есть, вариантов здесь достаточно много. Мне кажется, что вам надо бы... Эм... Найти свой вариант, который откликается, так сказать, наиболее... Ну, наиболее... Полно откликается вам. Вот. Эм... Чтобы... Ну... Несколько лучше. Вот. Чтобы... Несколько... Эм... Качественнее... Понимать... Эм... Себя. Чтобы... Несколько... Эм... Адекватнее... Эм... Смотреть на... Эм... На вещи, да? Смотреть на... Эм... Вот... То, что... С вами происходит. Эм... Ну, вот... Мне кажется... Что... Эм... Вот этот вот... Вот этот вот... Вот этот вариант... Это... Парадигма. Она вот... Как раз... Эм... Значит... Эм... И является одним из основных... То есть, куда-то вот вы уходите... Эм... Вот... Туда... Вот... В сторону... Эм... Бегства... От... Эм... От агрессии... От... Эм... От неловкости... И убегаете вы в агрессию... Убегаете вы в желание... Там... Эм... Возместить... Компенсировать... И прочее... Вот... Хотя... Как бы... Ну... Совершенно очевидно... Да? Что... Эм... Никуда это... Там... Грубо говоря... Вас не ведёт... Ну... Просто потому что... Эм... 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 Это будет появляться... Там... Ну... Словно... Снова и снова... Да? Снова и снова... Вы всегда будете... Вот... Эм... Эм... Так... Чувствовать... Снова и снова... Вы всегда будете... Эм... Эм... Скатывать... Вот... В этот... Негатив... И... Эм... Ничего хорошего... Из этого не получится... Поэтому... Ну... Вам надо научиться... Видеть... Вот... Что стоит... За... Эм... За... Эм... 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 Э Ещё у меня сложилось вот, знаете, такое ощущение, что работа для вас, это, знаете, чуть ли не единственная, где вы как-то себя применяете, как-то себя реализовываете. Хотя я, конечно, могу ошибаться, вот, мне так показалось, я так, вот мне так показалось, что работа эта чуть ли не вот единственная, где вы себя реализовываете. И по ним работа у вас нет больше возможностей и почувствовать себя легко, радостно, почувствовать себя живой, почувствовать себя реализующейся, почувствовать себя нужной. Я надеюсь, что я ошибаюсь, но выглядит всё это пока что с моей стороны так. То есть, я бы вот, то что я увидел, да, я бы это охарактеризовал, как одиночество. То есть, вот, есть такое ощущение у меня, что вам одиноко. И одиноко вам, ну, довольно сильно одиноко. То есть, вам вот прям, ну, прям, достаточно сильно одиноко, что вы вот, эм, ну, что вы, эм, так вот, эм, себя чувствуете. Я не говорю, что это прямо вот, эм, сто процентов вообще, эм, ну, там, грубо говоря, провал. Да, я не говорю, что я прав. Но, если вам что-то отвлекается из того, что я говорю, например, по поводу того, что вы, допустим, чувствуете себя одиноко, или, там, так как, или работа, эм, единственное место, где вы можете резать за вас, вот что-то вроде этого. Вот. То это вообще такие, вот, э, фонарики, которые позволяют вам видеть проблемы. Вот. Если вы хотите решать проблему, проблему коней, конечно, а не просто, э, знаете, как, какой-то способ, э, поведение, который ничего не решает, да, а проблему не убирает, да, просто вот дает видимость того, что, ну, что-то ваша жизнь изменила. Ну, так это же только видимость. Это же не, э, настоящая история. Ну, вот, поэтому обманывать вас и обманывать самому, ну, обманывать самому мне не хотелось бы. Поэтому, собственно, я предлагаю вам посмотреть на это вот, на это вот с такой позиции, с позиции более, надеюсь, глубокой, чем та, которую предлагаете вы. Не потому, что вы какая-то плохая и так далее, а просто потому, что, вероятно, вы даже и не знали о том, что, а, ну, вот, что, так может быть, что так бывает. Я не исключаю того варианта, что, возможно, у вас, вот, в какой-то степени будет защита против того, что я говорю. Вот, э, и вам, ну, может быть, не захочется там со мной соглашаться, или, может быть, вам будет неприятно это делать, вот. Ничего страшного в таком случае нет. Просто спросите себя, постарайтесь, по крайней мере, спросить себя достаточно честно, достаточно честно, постарайтесь себя спросить о том, чего вы хотите. То есть, если, ну, и делает ли вас эта вот, эм, ситуация счастливой. Эээ, если спросить о вас, ну, ну, вот, как мне кажется, то вы ответите, что нет, что не делает вас эта полиция счастливой, что не делает вас это, эм, такое отношение счастливой, что вам, ээ, тяжело, что вам, ээ, трудно, что вам, ээ, что вы, там, чувствуете, ээ, чувствуете, напряжение, допустим, допустим, из-за этого, вот. Тревогу, может быть, потому что, ну, люди вам, вам не могут люди это сказать, а вы не знаете, когда они скажут, и, ээ, может быть, есть такое, что вы, вот, эээ, там, ну, если не постоянно, то находятся в выживании того, что, вот, они сейчас скажут, да, и, эхэм, ээ, что я буду делать, как, как я буду, там, ну, условно, там, себя вести, да, вот, 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 вот они сейчас скажут, и как я буду себя вести, и что я буду делать, эээ, вот. И, мне кажется, что, сам себя вы помещаете в, ээ, достаточно жёсткие рамки, потому что, вам кажется, что можно только, ээ, либо полностью, ээ, скрывать свои чувства, либо полностью их выражать, причём выражать в такой, ну, скажем так, агрессивной форме. Мне кажется, что ответ, он находится немножечко посередине. То есть дело в том, что вы можете, вы можете, эээ, выражать свои чувства всегда, но делать это, эээ, как бы, максимально, эээ, приемлемой форме, приемлемой для себя. То есть спросите себя, эээ, вам вот эта вот форма, которую вы описываете, она вам приемлема? Или, эээ, вас говорит, там, условно, просто, злость и, эээ, там, может быть, эээ, может быть, злость, может быть, обида какая-то, да, вас говорит. То есть, эээ, вот подумайте тоже на эту тему, на эту тему. И, эээ, ваша задача, она заключается в том, чтобы, эээ, максимально, эээ, привести, эээ, в приемлемой для себя, причем по своим ощущениям, приемлемой, эээ, форму, то, что вы ощущаете. Потому что, эээ, зажимать, эээ, чувства, зажимать, ну, это, это, эээ, путь в, эээ, никуда. Это совершенно точно, это путь в никуда, зажимать, эээ, особенно зажимать, эээ, свои эмоции, и так далее, и так далее. А выражать их в такой форме, в какой это делаете вы. Ммм, ну, у меня есть вопросы относительно того, насколько это вы, да. То есть, я верю, что вы злитесь, я верю, что, ну, что вы испытываете какие-то негативные чувства, но вот какие это негативные чувства, они очень понятны. Например, злость это или, или, эээ, ярость или, может быть, это, эээ, эээ, там, что-то еще, да, да. Вот, эээ, что с этого нужно, мне кажется, выяснять, и увидеть, что за этим чувством стоит, что вы хотите. Вот, эээ, прямо сейчас вы можете задать себе вопрос. Вот, хорошо, у меня возникают такие реакции, да. А чего я хочу? Что мне нужно? Эээ, чего я хочу? Что я хочу? Вот, я хочу, что, вот так, вот, говоря это, что, чего я хочу? Ну, представляю, как я это говорю. Что я хочу? Ну, там, на что я, не знаю, надеюсь, да, эээ, на что я рассчитываю? Чем я нуждаюсь? Вот мне кажется, что вам, эээ, вам бы, вот, эээ, в этом, в этом направлении, ээээ, посмотреть. Чтобы иметь возможность, ээээ, как-то, вот, более полно выражать то, что вы ощущаете. Потому что, через подобную модель, на которой, кстати, она может быть привычной для вас, но она, несмотря на привычность, она все же несколько, эээ, косвенно касает ваших чувств. Ну, это, условно говоря, эээ, как, когда, например, кому-то больно, да, вот. Эээ, больно, я имею в виду, псих, эээ, психологически больно кому-то, вот. Эээ, кому-то больно психологически. И, человек, вместо того, чтобы, эээ, выразить эту боль, да, вместо того, чтобы говорить о ней, вместо того, чтобы заявлять о ней, ну, вот. Эээ, такой человек, эээ, начинает просто бить, эээ, там, всех налево-направо, ну, к примеру. Ну, вот. И, конечно, эээ, вот, на вопрос, снимает ли это напряжение, даёт ли это облегчение, да, но решает ли это проблему, нет. К сожалению, нет. Вот. Поэтому, эээ, мне кажется, что вы, эээ, идёте, эээ, примерно, тем, тем же путём. Вот. Нет, очень грустная, потому что, эээ, ну, я, я знаю, что, что, эээ, что вы можете, в принципе, ээээ, делать по-другому. Я только, вот, не знаю, ээээ, хотите ли вы, вот. Понимаете? Поэтому, эээ, вот, такая вот история. Ээээ, я надеюсь, ээээ, что вам был полезен мой ответ. Я постарался, ээээ, раскрыть вашу, эээ, проблему, да, ээээ, так как я её вижу, в ээээ, в каком контексте. Эээээ, значит, в какой-то степени я хочу, чтобы вы, эээ, увидели свою проблему в контексте, ээээ, своей незащищённостью. То есть, вот, ээээ, то, о чём вы говорите, да, ээээ, то, что вы описываете, это, мне кажется, больше про незащищённость. Ваша, собственно, незащищённость, уязвимость, ээээ, болезненность, ээээ, ваша, собственно, какая-то тревожность по поводу того, что вас в любой момент могут уколоть, ужалить и так далее. И, эээээ, вот это вот напряжение, ээээ, из-за того, что вам что-то угрожает, но вы не очень знаете, ээээ, что с этим делать, не очень понимаете, эээээ, что с этим делать, не очень умеете обращаться, может быть, эээээ, со своими чувствами, вот, для вас это проблема. Если научитесь себя слышать, да, это можно научиться в работе с специалистом, то учиться будет легче. Вы сможете более уверенно выбирать модель поведения, причем модель поведения будет равна. Вот, сейчас вы выбираете между между, да, то есть либо так, либо так. То есть, по сути, это, знаете, такой, как бы такой фундаментальный выбор. То есть, сейчас я решу, да, статус-статус, и буду так вести себя постоянно. Ну, это немножко нереалистично, потому что люди-то, ну, все разные, и мы меняемся достаточно быстро. Ну, вот, поэтому то, что актуально сейчас, не будет актуально уже через 2-3 дня, через неделю или через месяц, так вообще все будет по-другому. Вот. Ну, я отвечаю на следующий случай на ваш вопрос. Кратко, кратко, максимально кратко. Я бы сказал так, что раздражение – это угроза. То есть, раздражение – это угроза. Вам что-то начинает угрожать. И, соответственно, вот на эту угрозу вы реагируете раздражением. Вот. Вот это для вас наиболее привычная реакция. Хотя она не совсем, мягко говоря, полезная с точки зрения вашего самочувствия и состояния, и с точки зрения самочувствия и состояния любого другого человека. Вот. Ну, потому что, если вы, вы проявите вежливость там, где вы не ощущаете, или где вы почувствовали, что человек вас там, ну, принизил, грубо говоря, а вы на это никак не отреагировали. Вот. То это будет, по сути, принижением, принижением. Вот. Такой человек вряд ли, вряд ли будет вас уважать. Если вы проявите агрессию, опять же, то это тоже будет, ну, несколько воспринято негативно. Вот. Поэтому нужно учиться сучить себя и реагировать ровно так, как вам хочется. На том, на том, действительно, действительно хочется. а не вести войну, а, как бы, ну, задевая мирное население. Вот. Это вот, а, можно так сказать, что я воюю с собой, а другие люди, они просто попадаются мне на пути и в этой войне используются как аргументы. Вот так я бы сказал. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду надеяться на вашу обратную связь. Спасибо. Спасибо.